Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Снежная битва. Более 4000 тонн снега вывезли из Самары за минувшие сутки. Болеешь диабетом? Проверь зрение. Бесплатная программа глазной больницы в области. Зимние каникулы закончились. Когда ждать ремейка? В Самаре карантин в школах продлится до конца недели. На сегодня эпидемический порог пауэрви-гриппу превышает норму почти на 28%. Напомню, каникулы в нескольких школах из-за карантина начались раньше времени – 29 декабря. Похожая ситуация складывалась в Самаре в феврале 2016 года. В дальнейшем учебные заведения стали закрываться по всему региону. В Самаре в течение трех месяцев все пациенты с диагнозом «сахарный диабет» смогут пройти бесплатную проверку своего зрения. Самарская областная глазная больница запустила специальную программу. По утверждению специалистов, поражение сетчатки глаза – одно из самых частых осложнений сахарного диабета, которое приводит к необратимой слепоте и слабовидению. Но своевременное обнаружение изменений на глазном дне позволит этого избежать. На проблему зорко посмотрел Андрей Горгуленко. Александр Бастрыкин уже 10 лет живет с диагнозом «сахарный диабет». Никаких жалоб на ухудшение зрения не было до недавнего времени. Все нормально, вроде нормальное зрение было, как у «Сокола». Телевизор могу, а газету только, что газету увидеть смогу и все. Резко падать. Начал я из-за этого обратился. Александр совершил ошибку, как и все пациенты-диабетики. Пока зрение не подводил, а на консультации не приходил. Хотя проверяться нужно каждый год. Пациенты должны знать, что любой пациент, имеющий диагноз «сахарный диабет», находится в группе риска по слепоте. Поэтому, несмотря на высокие визуальные функции, пациент имеет риск развития слепоты. Причем риск развития слепоты у них выше в 25 раз чаще, чем у людей в общей популяции. На консультации у пациентов проверяют остроту зрения, внутриглазное давление и осматривают глазное дно специальными линзами. Все это помогает уже на ранних стадиях увидеть не только кровоизлияние, изменение сосудов, но и утолщение сетчатки глаза. Таким образом, можем очень серьезно рассчитывать на то, что будет обеспечена полная профилактика слепоты от диабета. К сожалению, вылечить диабет мы не можем пока. Но это и не наша задача. Но обеспечить профилактику слепоты от диабета, чтобы люди как минимум не ослепли от диабета, это наша задача, мы ее выполняем. С момента запуска программы «Диабет. Сохраним зрение» уже 65 человек получили консультации. Для записи на бесплатное обследование все пациенты с сахарным диабетом могут до 31 марта обратиться по телефону, указанному на экране. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Больше 4000 тонн снега вывезли из Самары за минувшие сутки. Со снежными заносами боролись 2500 дворников и 125 единиц спецтехники. Достаточно ли усилий приложили управляющие компании и насколько чисто убрали, обсудили на совещании в департаменте городского хозяйства. Лариса Шалафаст продолжит. Во дворе на улице Партизанская большая уборка. На очистку двора от снега вышли дворники и тяжелая техника. Работы много, справлялись бы быстрее, говорят рабочие, если бы жильцы шли навстречу и вовремя убирали свои машины. Водители ставят машины непопуде, из-за этого задерживается расчистка дорог. Невозможно проехать. Мы не то что расчищать, проехать невозможно. Вот это самая первая проблема. Особое внимание и кровлям. Сейчас в городе очищено не больше 50% крыш. Из-за перепадов температуры сосульки образуются быстро. Поэтому вовремя убранная снежная шапка – залог безопасности людей. В том случае, если кровля не убрана, если есть опасность падения сосульки, желобов, сосвесов, в любом случае огораживается лентой защитной. И большая просьба жителям города обратить на это большое внимание, потому что эти случаи были и в прошлом году, и в позапрошлом году, и в этом. Если висит лента, то лучше обойдите. На еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства первый заместитель главы города Владимир Василенко оценил работу коммунальных служб неудовлетворительно и поручил в ближайшее время бросить все силы на уборку. Никакие отговорки приниматься не будут. Тех, кто не справится, ждут штрафы. Районы – это ваша функция. По закону. Техника есть. Деньги есть. Люди есть. Остается только одно. Организовать работу. Вот сегодня и завтра. Если эта работа не организована, беспощадно через административные комиссии. Подчеркиваю, беспощадно. Также Владимир Василенко поручил в ближайшее время проверить участки возле всех торговых точек в Самаре. Весь город должен быть убран до конца недели. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Новогодние каникулы для жителей России в этом году длились только 9 дней. На день меньше, чем в 2016-м. Но по решению Министерства труда длительные праздники еще будут впереди. Так, по 3-4 дня отдыха запланировано в феврале, мае, июне и в ноябре. 1 января, воскресенье перенесли на 24 февраля. И на День защитников Отечества придутся 4 выходных. С 23 по 26 февраля. А вот на международный женский день будет лишь один день отдыха. 8 марта в этом году выпадает на среду. Нерабочими объявлены дни с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. По 3 выходных запланировано ко Дню России с 10 по 12 июня и ко Дню Народного единства с 4 по 6 ноября. Возвращаться в привычный ритм после новогодних праздников стоит постепенно, советуют психологи. И в этом отлично помогают праздничные воспоминания. О том, как наша съемочная группа в буквальном смысле попала в сказку, расскажет Юлия Черняева. Встречайте! Якутский Дед Мороз Шисхаан на Северном Олене! Конечно, на Олене. А на чем же еще мог приехать в Самару властелин холода? Голову Северного Деда венчают рога. По якутской легенде Шисхаан, он же бык холода, создает зиму своим дыханием. А потому самарский снегопад далекого гостя не испугал. Небольшая экскурсия по резиденции и вот уже сотни мальчишек и девчонок спешат в гости в заветную деревянную избу. Он строг и сурок. Но если видит, что люди перед ним хорошие, то он точно не заморозит. Увидеть сказку своими глазами, сфотографироваться с Дедом Морозом и получить подарок от Снегурочки. От таких радостей не отказываются и взрослые. Самый волшебный момент случается, когда закрываешь глаза. И вот сейчас подумайте о самом своем советном новогоднем желании. Я загадала, чтобы всегда Дед Мороз был хорошим, приносил всем радость. Нам очень понравилось. Тут именно все сделано для детей, для родителей. Такое сказочное настроение. Даже несмотря на снегопад, настроение сразу поднимается, потому что попали как в сказку. Дом Самарского Деда Мороза – это воплощение настоящей детской сказочной мечты. Каких персонажей здесь только нет. И Баба Яга, и Василиса Премудрая, и даже волшебный снеговик. Каждый день резиденцию Дедушки посещают около двух тысяч человек. И кажется, что действительно этот проект можно назвать успешным. Резиденция Самарского Деда Мороза все новогодние праздники принимал дорогих гостей со всего света. Йолу Пуки из Финляндии, а также морозных братьев из Мордовии, Чувашии и Татарстана. С Новым Годом! С Новым Годом! Юлия Чернеева, Артем Сулайманов. События. Далее коротко о других темах дня. В Сызране на станции опрокинулась цисцерна с Гудроном. Причиной ЧП могло стать нарушение скорости движения железнодорожного состава при маневровых работах. Авария случилась 5 января. Поезд двигался со скоростью 24 км в час и столкнулся с вагонами, стоящими на пути. Три цисцерны сошли с рельс. Одна из них опрокинулась, из нее произошла утечка. Пострадала и опора контактной электросети. Из Самары на родину депортировали около 900 нелегальных мигрантов, причем более половины из них уехали за свой счет. По данным судебных приставов, как правило, гастарбайтеры въезжают в Россию через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. После 90 разрешенных суток они не торопятся добровольно покидать чужую для них страну, тем самым нарушая правила пребывания в России. Нелегальных мигрантов штрафуют, санкция от 2 до 5 тысяч рублей и выдворяют за пределы страны. При этом им запрещают возвращаться в Россию в течение пяти лет. Компенсации по услугам ЖКХ будет начисляться автоматически, сообщает правительство Самарской области. Она придет на замену существовавшим ранее единовременным выплатам. Соответствующий региональный закон был принят накануне Нового года. Ранее для получения единовременных выплат гражданам необходимо было идти с документами управления соцзащиты. Теперь же компенсации будут начисляться без обращения граждан на основании сведений о начисленных оплаченных платежах, полученных от поставщиков жилищно-коммунальных услуг. В Самаре Южный мост планируют отремонтировать к лету 2018 года. Сейчас власти города ищут подрядчика, его определят 30 января. Согласно опубликованному на сайте госзакупок тендеру, компания должна будет обновить южное шоссе от улицы Набережной реки Самары до улицы Уральской и отремонтировать Южный мост. Также рабочие должны будут обустроить наружное освещение, провести озеленение и благоустройство территории. Стоимость контракта свыше 190 миллионов рублей. Все работы должны быть завершены до 31 мая 2018 года. В Самаре родители с детьми пробегут на лыжах семейную эстафету во Всероссийский день снега. Забег запланирован на воскресенье 15 января. Спортивные соревнования пройдут в центре Чайка, поселка Управленческий. Их кульминацией станет семейная эстафета с участием родителей с детьми в возрасте от 6 до 12 лет. Кроме этого, для ребят к 6-8 лет проведут индивидуальные соревнования. Напомним, Всероссийский день снега празднует одновременно со Всемирным днем снега. Его отмечают уже пятый год по инициативе Международной федерации лыжного спорта. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Новогодние каникулы кончились. Как справиться с депрессией? Сегодня 134 года со дня рождения Красного графа. В музее-усадьбе для самарцев пройдет бесплатная экскурсия. Московские гости. В Самару идут Крещенские морозы. На этом наш выпуск завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже 11 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттер, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всех вам доброго, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова